Штурман растерянно оглянулся. Вот это строчка. Следующая строчка. На Фондорина. Тот показал на. Следующая строчка. Комиссара. Одна рельефная точка, буква А, две Б. Но сколько бы я ни старалась распознать, что написано в этой книге, у меня не получилось. Евгений же владеет азбукой Брайля в совершенстве. Он преподает русский язык и литературу в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, расположенной в соседнем Королеве. Также мытищенец редактирует книги для слепых в одном из московских издательств. Шесть рельефных точек, несколько десятков комбинаций. Такой способ общения с внешним миром придумал в середине 19 века француз Луи Брайль, ослепший в двухлетнем возрасте в результате несчастного случая. Эту азбуку адаптировали и под кириллицу, и даже под иероглифы. То есть и в Китае тоже есть Брайль. До 1918 года азбука шрифта Брайля была под запретом, потому что считалось, что слепые чего-то там кодируют, чего-то там планируют против страны. Но благо нашлись умные головы, которые доказали, что никакая это не шифровка, а это возможность читать, писать, общаться. До сих пор Евгений читал, сканируя обычные книги и воспроизводя их через специальную программу. Или ездил в Москву в специальную библиотеку, где есть книги, напечатанные шрифтом Брайля. Тот факт, что такие издания хранятся недалеко от его дома, в библиотеке имени Дмитрия Кедрина, стало для мужчины приятной неожиданностью. Понимаю, что спрос, наверное, на них небольшой, но приятно то, что я могу прийти в библиотеку и скажу, а есть ли у вас книги по Брайлю, и на меня не будут смотреть удивленными глазами, а подведут к стеллажу и скажут, вот, выбирай. Это реально, пусть будет выбор небольшой, но есть что почитать, мне не надо никуда ехать, я возьму и почитаю. В библиотеке имени Дмитрия Кедрина есть несколько постоянных читателей, умеющих пользоваться такими книгами. С помощью специального каталога незрячие мытищенцы могут выбрать произведение на свой вкус. Его принесут из местного хранилища или закажут в столице у коллег. Мы тесно сотрудничаем с Российской государственной библиотекой для слепых, поэтому периодически нам кураторы привозят книги, существует определенный обмен, можно заказать. Они привозят нам и книги на шрифте Брайля, и книги с укрупненным текстом для людей слабовидящих, и флеш-карты для плеера, которым можно послушать так называемую говорящую книгу. Кроме того, у нас есть свой плеер, который тоже можем предложить нашим читателям. Даже с переходом на цифровое общение азбука Брайля по-прежнему остается актуальной. Как и среди зрячих поклонников литературы, так и среди незрячих есть любители бумажной версии. Но главное – найти необходимую книгу слепые мытищенцы могут недалеко от дома. Библиотеки имени Дмитрия Кедрина учитывают интересы абсолютно всех читателей. Надежда Звягинцева, Денис Петров, Первый мытищенский.